Бесстрастие – это освобождение от всех тех негодных, я бы сказал, чувств, эмоций, если хотите, ну и, конечно, соответственно, поступков, которых мы знаем. Бесстрастный человек какой? Который не гордится, не злословит, не завидует. Нет у него никаких дурных, там, прочих, так сказать, мыслей. Вот кто такой бесстрастный. Можно ли в миру этому научиться? Бесстрастие достичь миру практически невозможно. Но я вам скажу, и среди древнейших подвижников, величайших, очень редко кто достигал полного бесстрастия. Есть замечательные слова одного из подвижников XIX века, Георгия Затворника, который сказал, да, мы, конечно, не можем победить страстей, но мы должны стремиться к этому. И Бог даст каждому, каждому в соответствии с его усердием и его смирением. Насчёт монастырей, я вам скажу, не будем себя обманывать. Дело здесь очень непростое с монастырями. Монастырь хорош тогда, когда он, во-первых, имеет руководителя настоящего, духовноопытного. Во-вторых, когда монастырская жизнь позволяет его насильникам отводить большое время для молитвы и чтения святых отцов. Не знаю, я думаю, что редко бы встретить такой монастырь, в котором бы вдруг все собирались, например, днём и часа два-три имели сводное время, читали бы святых отцов и могли бы, так сказать, рассуждать, обмениваться взглядами. Едва ли трудно найти такой монастырь. Без этого же монастырь превращается в, собственно говоря, коллективное христианское хозяйство. Где очень много всяких забот, много трудов. А это уже, конечно, не даст человеку достичь какого-либо бесстрастия. Невозможно достичь бесстрастия, не зная святоотеческого учения о духовной жизни. А чтобы его знать, нужно, во-первых, знать, какую литературу читать. Какую? Потому что есть литература очень хорошая, правильная. Есть такая, что уведёт человека в настоящую пропасть. Вы слышите? Слишком много издаётся литературы и издано. Причём такой, от которой просто можно прийти в ужас. Какая-нибудь Богом данная Макария. Это шаманка, настоящая, оккультистка. Пожалуйста, Богом данная Макария. Какой-нибудь Порфирий Кавсоколевит, греческий афонский старец, который учит, издана у нас, издана книга. Представьте себе, книга о том, что не надо бороться с страстями. Нет, нужно бороться с грехом. Любите Бога, и всё в порядке. А когда его спросили, всё-таки, а вы святых отцов читали? Потому что, ну, дикая же вещь! Ответ! Скажу вам по совести, я никогда их не читал. Замечательно! Вы слышите? А я почему об этом говорю? Вся Греция сейчас, вся Греция молится на него. Ну, ещё вот, я тоже думаю, можно не бороться с страстями, не беспокоиться о грехах. Я люблю Бога. Правда, что это такое, я, правда, не понимаю. Но я люблю, люблю. И всё. И больше ничего не надо. Какой ужас! Какой ужас! Христос, как меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Совершенно элементарная вещь. Здесь нет, ну что вы! Оставьте вы это! Почитал я эту книгу. Боже мой! Да что же такое! Я уж не говорю о более мелких фигурах, которых у нас достаточно. Я говорю, почему о нём? Афонец, вы слышите? Само слово Афон произнесли – всё! Надо в обурок падать. И он чему учит. Вы слышите? Недаром ещё древние отцы, затем позднейшие, все один за другим предупреждали, что как трудно найти наставника непрелестного, то есть не находящегося в прелести. Много появилось лжеучителей. Недавно, вот совсем мне вдруг, получаю письмо, пишет, женщина, педагог, да, что она нашла Христа. Второе пришествие Христа совершилось. Вы представляете? Аргумент самый сильный. Какой самый сильный аргумент? Он творит чудеса. Кстати, ой, как бы нам всем бы надо прям знать! Ради Бога не прельщайтесь чудесами! Христос сказал же, а не кто-нибудь, что в последние времена явится много лже-пророков и лже-христов. Вы слышите? Он сам! И сотворят великие знамения и чудеса! Слышим мы это или нет? Лже-пророки, лже-христы! И сотворят великие знамения и чудеса! Ну, вот такой вот говоришь, в то же время чудеса творит. Господи! Да колдун может сотворить чудеса! Какие же мы наивные! Не читаем даже Евангелие! Я уж не говорю святых отцов! Кассиан Римлиан говорит так! Многие, развращённые умом и отрёкшиеся от веры, творят именем Христовым великие знамения и чудеса! Слышите? Что для дьявола эти имена и слова? Что для него? Да ничего не значит! Дьявольские чудеса! Поэтому мы должны знать это! Мы вступили в эту эпоху, когда явится множество лже-пророков, лже-учителей, лже-старцев. Надо быть в высшей степени осторожным! Искать нужно таких наставников, которые не мнят о себе, не требуют себе повиновения, ведут себя так, как заповедовал Христос, когда он сказал своим ученикам «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями!» Вы слышите? Вы можете своему другу приказывать? Как это? Чушь за чушь! Теперь поняли? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями! Это один из важных признаков, по которому можно уже увидеть, тому ли учит наставник или нет. А если он мнит о себе? Как мне до смешного было! И горько! Хоть плачь, хоть смейся! Молодой батюшка! Вот мои чадо духовные! Всё! Я говорю, дайте мне аверьянки! У него духовные чадо! Боже ты мой! Ещё усы не растут! Вот беда-то! Вы слышите уже? Самомнение! Какое самомнение уже! Я батюшка, и всё! А вы овцы! Ну, хоть словесные, неважно! Вот беда-то какая! Поэтому надо быть в наше время очень осторожным с этими вещами! Поэтому, когда вы меня спросите, в монастыре можно или нет, я скажу, в каком. В каком? Покажите мне! Есть такой монастырь или нет? Очень многие монастыри, к сожалению, сейчас превратились в фирмы, хозяйственные фирмы, земли, строительство, рабочие и прочее, и прочее. Недаром ещё Игнатий Бринчанинов говорил, не советовал поступать в столичные, например, монастырии. Говорит, там много суеты, там постоянно это туристы, которые называются паломниками. Кто-то, может, и паломники, но многие просто туристы. Надо быть очень осторожным в наше время. Аминь. 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 Продолжение следует...